Добрый день! Меня зовут Василий Кравцов. Я живу и работаю в Москве. И это не развлекательное видео, а деловое предложение. И неважно в каком городе вы живете, на какую работу ходите и сколько зарабатываете, 5000 рублей или 50 тысяч, отнеситесь к этому очень внимательно. За эти 25 минут вы не станете свободным и обеспеченным человеком, а принять решение вполне возможно. Я очень люблю высказывания Марка Твена. Раз в жизни фортуна стучит в дверь каждого человека, но очень часто человек в это время сидит в ближайшей пивной и не слышит ее стука. И когда вы брали этот диск, наверное, у вас были какие-то ожидания. И самый лучший способ понять, какое это дело, это спросить у профессионала. Информация – это сейчас самый дорогой товар. Это видео для тех, кто хотел бы, вложив свой труд, получить максимальную финансовую отдачу. Я видел множество людей, которые вкладывают огромное количество труда на своей работе, работают долгие годы, но они не получают той финансовой отдачи, которая могла бы им обеспечить нормальную жизнь. Я видел много людей, которые пытаются создавать свой бизнес и вкладываются на 200%, но не получают того результата, на который рассчитывали. Этот видео для тех, кто хотел бы, вложив свой труд на 100%, получить отдачу на 200%. Именно поэтому я назвал его «Блестящее вознаграждение». Этот видеофильм для тех, кто находится в поиске возможностей большего дохода, для тех, кто задумывается, где найти еще один источник дохода. Но сначала давайте рассмотрим, каким образом люди зарабатывают деньги. Существует всего два направления работы. Работа на хозяина. Так работают 90-95% населения страны. Что это значит? Это значит, человек пришел, устроился на работу и выполняет то, что ему сказали. И за это получает сколько дали. При этом он зажат в определенные условия. График работы, обед, выходные, отпуск по расписанию и так далее. Врачи, учителя, физики, химики, военнослужащие, милиция, водители, строители, продавцы, менеджеры, абсолютно все специальности. Только 5-8% из этих людей чувствуют себя хорошо в финансовом плане. Они выросли по карьере и зарабатывают неплохие деньги. Самый простой способ проверить, работаете вы на хозяина или нет, очень прост. С завтрашнего дня не выходите на работу в течение недели без всяких объяснений. Не можете? Тогда ответ прост. И это не страшно. Так живут большинство. Страшно то, что иногда люди не понимают. Если ничего не поменять, то этот путь ведет в тупик. Достаточно посмотреть на пенсионеров и все сразу ясно. Никогда, никакой хозяин не будет думать о том, чтобы вы жили хорошо. Об этом нужно думать самому. И вторая работа на себя. Вы сами определяете, сколько и когда вам работать, когда сделать выходной, поехать в отпуск и сколько зарабатывать. И хотя здесь человек хозяин сам себе, как правило 90% людей это направление для себя не рассматривают. По причине того, что работа на себя или создание своего бизнеса требует стартового капитала, специальные навыки, большое количество времени и сопровождается высокой степенью риска. Дело, которым я занимаюсь и которым хочу поделиться с вами, позволило огромному количеству людей кардинально изменить свою жизнь. Причем она стала такой, о которой они даже не мечтали. И тысячи людей смогли увеличить свои доходы в несколько раз. И здесь вы увидите, как создать свой бизнес, работая из дома, не имея стартового капитала и специальных навыков. У меня этого не было. И хотя я говорю, что это бизнес, то это не значит, что вы должны работать 100% времени, 24 часа в сутки. Я этого не делал. Многие люди, которые работают с нами, добились отличных результатов, а начинали всего с 7-10 часов в неделю, имея при этом основную работу или учебу. И прежде чем я непосредственно перейду к той возможности, о которой я хотел рассказать, мы с вами рассмотрим основной момент, который нужно учитывать при создании любого бизнеса. Это рычаг. И сейчас я вам расскажу, как в бизнесе для увеличения дохода используется рычаг. Давайте рассмотрим на примере туристического агентства. Вы являетесь руководителем агентства и у вас есть менеджер Александр, который получает проценты от проданных путевок. И вы, как руководитель, получаете процент с продаж этих путевок. Почему вы получаете проценты, хотя продает ваш менеджер? Вы получаете потому, что взяли на себя риск. Вы обучили своего менеджера и поэтому зарабатываете те проценты, которые вам положены. Итак, в этой ситуации и руководитель, и менеджер в равной степени выигрывают от продажи путевки. Поскольку и руководитель, и менеджер в равной степени заинтересованы, чтобы продать путевку и получить свои комиссионные. Теперь на этом примере я объясню, что такое рычаг. И здесь есть некоторый недостаток. Руководитель желает иметь много менеджеров и при этом он имеет то, что мы называем финансовым рычагом. И чем больше у него будет менеджеров, тем больше получаемая прибыль. У менеджера этот рычаг отсутствует. И соответственно, менеджеры стремятся к тому, чего больше всего боится каждый руководитель. Что происходит через год-два? Александр, ваш менеджер, уходит от вас и создает свой бизнес. В котором становится руководителем. Заинтересованы ли вы в этом? Нет. Потому что для вас в этом два плохих фактора. Вы теряете ту прибыль, которую получали, потому что он был хорошим сотрудником. И он становится вашим конкурентом. Это происходит абсолютно в любой области. Вы наверняка часто слышали фразу. Я пойду туда, чтобы набраться опыта. Что это значит? Это значит, что я собираюсь, по сути дела, украсть у них их опыт и воспользоваться им потом. Если вы являетесь руководителем, сколько людей вы подготовили, и они стали вашими конкурентами. Но это еще не самое худшее. Когда Александр стал руководителем, он тоже начал нанимать менеджеров. И Ольга, которая работает у него, тоже желает стать таким же руководителем. И теперь она становится конкурентом и вам, и Александру, которого вы учили. Получается, что вы сами создали целую последовательность конкурентов. И вот здесь то, что я называю блестящее вознаграждение. Для того, чтобы иметь максимальный рычаг, вам нужно создать ситуацию, когда все в одинаковой степени выиграют от того, чем занимаются. Если мы с первого дня для сотрудников создадим такие условия, внесем в них стимул, при которых каждый будет иметь возможность вырасти до того уровня, на котором находитесь вы, создавая и используя этот рычаг. То есть с первого дня вы должны открыть для Александра ту же возможность роста, которая имеется у вас. То есть открыть равные возможности. И с первого дня вы должны стимулировать Александра, чтобы он стал таким же руководителем, чтобы он не ушел от вас. И когда он вырастает, он начинает передавать те же стимулы для своих сотрудников. И в этом случае вы не теряете Александра, а даже увеличиваете свой доход, поскольку у него есть целая группа сотрудников. Справедливо? Справедливо. Ведь это вы подготовили его? Вы передали ему знания и помогли ему вырасти. И точно так же Александра, стимулируя своих людей к росту, может увеличить свой доход. Кто-то скажет, боже мой, ведь это же пирамида. Но какое понимание пирамиды существует у людей? Те, кто наверху делают все деньги, а те, кто внизу, не имеют ничего. И я объясню некоторый пункт, прежде чем перейду к пирамиде. Пирамида – это геометрическая форма. Это форма, которая показывает построение нашей семьи, общества, любой организации в мире. Поэтому проблема не в геометрической фигуре. Проблема в том, как воспринимается. Вот теперь рассмотрим типичную организацию. Наверху генеральный директор. Получает ли зам директора больше, чем директор? Нет. А начальники отделов зарабатывают ли они больше, чем заместители директора? Нет. Я могу поставить следующий вопрос. Что если вдруг кто-то из начальников отдела начал зарабатывать больше, чем заместитель директора? Что бы произошло? Да начался бы полный бардак. На каждом уровне организации зарабатывается меньше дохода, чем наверху. Причина, почему генеральный директор может диктовать своим замом? Да он больше зарабатывает. Корпоративная структура – это как раз структура пирамиды, где большие доходы получают те, кто наверху. Независимо от того, нанял ли генеральный директор всех сотрудников или нет, он получает от работы всех сотрудников, которые работают ниже него. А каждый сотрудник будет получать согласно своей должности или штатному расписанию. А вот здесь как раз я предоставляю возможность всем сотрудникам в своей системе увеличивать свой доход, независимо от того, на каком уровне он находится, используя эффект рычага. То, что я описывал раньше. То, что делает нашу структуру оптимальной. Это структура, при которой каждый имеет право получать доход с нескольких уровней сотрудников. У всех имеется такая возможность. Равная возможность. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что по бизнес-плану каждый человек имеет возможность получать доход с четырех уровней в созданной организации. Я создал организацию с четырьмя уровнями. Вы также создаете организацию с четырьмя уровнями. Если вы создаете организацию более продуктивную, чем у меня, то вы получаете доход с трех уровней, с которых я не имею дохода. И вы, находясь ниже меня, можете зарабатывать больше, чем я. И поэтому у меня в системе есть те, кто начал бизнес один-два года назад, а зарабатывают больше, чем те, которые работают пять-шесть лет и находятся в высшей подструктуре. Справедливо? Справедливо. Если они делают больше, то они и имеют больше. И расположение по иерархии не имеет никакого отношения к доходам. У нас независимо от того, на каком уровне вы находитесь, вы получаете столько, сколько заслуживаете. Итак, я перехожу непосредственно к тому бизнесу, которым занимаюсь уже более десяти лет. Моим партнером является гигант косметического бизнеса шведская компания Арифлейм. Арифлейм, Электролюкс, Эриксон, Икея, Вольво – этот список можно продолжать долго. Сделано в Швеции и сделано с умом. И в этом мы убедились на собственном опыте. Сегодня компания работает в 60 странах мира. Имеет ассортимент продукции, насчитывающий около тысячи наименований. Имеет свои лаборатории и пять заводов по производству продукции, два из которых построены за последние два года. И около 50 европейских заводов, которые выполняют заказы нашей компании. Это говорит о масштабе роста компании. А компанию развивают люди, которые создают свои бизнесы на ее базе. На российском рынке Арифлейм занимает лидирующее место среди всех косметических компаний и компаний, работающих по системе прямых продаж. Итак, как строится бизнес? Вы, заключив договор с компанией, имеете возможность создавать свою команду и используете принцип рычага, о котором я говорил. Самое справедливое, что каждый ваш партнер имеет точно такую же возможность, как и у вас, создавать свою команду. То, о чем я говорил раньше. Нужно создать равные условия для всех участников. Когда я проводил встречу для своего знакомого бизнесмена, он сказал, система интересная, но у меня вопрос, это что, я должен продавать? Или мне нужно приглашать продавцов? Кто-то же должен продавать продукцию? Ведь на этом строится любой бизнес. Я ему ответил, это не бизнес-продаж в привычном для нас понимании. Давай внимательно рассмотрим, каким образом в твоей команде будет создаваться товарооборот. Движение продукции условно можно разбить на три канала. Пробное потребление, то есть те люди, которые входят в бизнес, первое, что делают, покупают продукцию для себя попробовать. Для них это выгодная покупка, а для компаний товарооборот. Активное потребление. Когда участники бизнеса постоянно покупают продукцию для себя и своих близких. Для компаний это тоже товарооборот. И третье, это выполнение заказов для друзей и знакомых, коллег по работе. Вот мой личный пример. Я не являюсь продавцом, и тем не менее, на протяжении 10 лет, каждый месяц мы делаем заказы на фирме не меньше, чем на 10 тысяч рублей. Откуда они берутся? Моя семья 4 человека, семья сестры 3 человека, семья брата жены 4 человека, родителей 4 человека, и того 15 человек. И это только самые близкие. Мы покупаем продукцию для себя лично, для подарков, для презентов. А также друзья, знакомые, бывшие коллеги, которые знают, что мы занимаемся этим бизнесом, и просят сделать для них заказы. Почему мы это делаем? Я уверен в качестве продукции. У меня есть возможность приобретать ее по самым выгодным ценам. Это просто самая обыкновенная выгода. И приобретая продукцию в компании, я развиваю свой бизнес. А теперь представь себе, что в твоей команде пока 100 человек, и каждый таким образом выполняет заказы. Общий товарооборот ежемесячно будет составлять 1 миллион рублей. А прибыль ты получаешь с товарооборота. И это только начало. Так как люди в твоей команде также будут создавать свои бизнесы. Потому что они приходят зарабатывать деньги. Один студент мне задал вопрос. Так это что? Система позволяет любому человеку, независимо от того, когда он начинает работать, создать себе любой доход? Да, именно так. И благодаря накопленному опыту, который передается новым людям, они гораздо быстрее достигают хороших результатов. Возможно, в ходе моего разговора в ваших умах возник вопрос. Если ваша компания платит комиссионное вознаграждение всем этим людям, находящимся в разных уровнях, откуда же она берет столько денег на оплату? Ответ очень прост. Абсолютно любой бизнес строится по такой схеме. Производитель производит продукцию, и она уже имеет какую-то стоимость. Далее, пока продукция двигается до потребителя, ее стоимость резко увеличивается. Как правило, во многих товарах до 80% стоимости товара – это стоимость доставки. Огромное количество денег, заложенных в стоимость любой продукции – это реклама, услуги дилеров, оптовых посредников, наценка магазина, это все транспортные перевозки, огромная стоимость аренды помещений. Плюс каждый хочет получить максимальную прибыль. Так работает бизнес. И это нормально. В нашем случае фирма «Арифлейм» идет другим путем. Максимально сократив всех посредников. А соответственно и расходы она создает только одно звено между собой и потребителями. Это независимые представители компаний, которые развивают бизнес компании. А соответственно все деньги, которые она высвободила от посредников, она отдает своим представителям. И лучшего стимула для работы, чем дать возможность людям зарабатывать столько, сколько они хотят, еще никто не придумал. Именно поэтому компания растет, как на дрожжах. И как я уже говорил, каждый человек получает не по принципу, когда пришел или где он находится в иерархической лестнице, а согласно той работе, которую он лично проделал. Я помню одного новичка, который пришел ко мне и сказал, мой знакомый попытался заняться чем-то подобным и потерпел неудачу. Во-первых, не нужно путать что-то подобное с нормальным бизнесом. И во-вторых, люди терпят неудачу во всем. Люди могут потерпеть неудачу во всем, чем они занимаются. И самое плохое, что вы можете сделать в этой жизни, это сравнивать и измерять себя относительно тех, кто потерпел неудачу. Это самая худшая стратегия, которую вы можете выбрать. Вы не знаете, как они подошли к делу, профессионально или на любительском уровне. Поэтому моя рекомендация, смотрите на тех, кто добился успеха, ставя себе цели. И берите пример с них. А если хотите спросить у кого-то совета, так спрашивайте у профессионала. Ведь никому же не придет в голову спрашивать совет о том, какую делать операцию на сердце у студента первого курса, который бросил институт. Буквально несколько дней назад я говорил с одним человеком, и он меня спросил. Василий, может ли средний человек добиться того, чего добился ты? Ответь мне честно. На его вопрос я ответил в следующем. Этот бизнес уникален именно тем, что абсолютно любой человек здесь может преуспеть. Давай разберем простой пример. Давай назовем человека Галина. Галина обыкновенный человек, которая никогда не занималась никаким видом бизнеса или предпринимательства. Она врач, учитель, бухгалтер или домохозяйка. И она особенно не верит в то, что сможет заниматься чем-либо, кроме того, что уже умеет. Но из своего упорства она дает посмотреть нескольким своим знакомым вот этот диск с предложением бизнеса. И пятерых человек это предложение заинтересовало. И они создают организацию с 10 миллионным оборотом в рамках организации Галины. И Галина начинает понимать, что если она будет упорной, то найдет еще несколько человек, которые хотят зарабатывать больше. и иметь больше свободного времени. И однажды Галина понимает, что у нее уже серьезный бизнес. За 10 лет работы я видел сотни простых людей, которые добились больших результатов. Причины довольно просты. Арифлейм это шанс, который дан каждому независимо от образования, опыта, семейного положения, пола или возраста. Это возможный путь к успеху в их собственном бизнесе. Возможность помогать другим людям. И, конечно, личностный рост. Каждый день все больше обыкновенных людей открывает для себя эти преимущества и использует их. И подтверждением этого является ежегодный банкет директоров на несколько тысяч человек, которые компания проводит для того, чтобы чествовать новых людей, которые добиваются хороших результатов. Только за один вечер компания выплачивает своим сотрудникам 2-3 миллиона долларов премиальных за те новые бизнесы, которые они создают в течение года. И вот уже 10 лет в России компания предоставляет своим сотрудникам с определенного уровня бесплатные отпуска в самых экзотических странах мира. Это Португалия, Марокко, Франция, Испания, Бали, Сингапур, Греция, Таиланд, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Панама, Гватемала, Канарские острова, Домииканская республика, Аруба, Италия, Малайзия, Замбия, ЮАР. За 10 лет работы в компании мы с женой уже посетили 20 стран, и это бесплатные отпуска. В 2006 году более полутора тысяч человек выезжало в бесплатный отпуск. И только в сентябре 2007 года, в честь своего 40-летия, компания будет проводить бесплатный отпуск на Канарских островах для трех с половиной тысяч человек. И каждый год все больше и больше людей выезжает в отпуска от компании. А многие из них начали заниматься этим бизнесом два-три года назад. Итак, реальный вопрос. Можете ли вы заняться этим и преуспеть? Я не знаю вас, но я думаю, что сможете преуспеть. Как вы добиваетесь успеха в том, чем занимаетесь? Вы продолжаете, настойчиво продолжаете, пока не добьетесь успеха. Так ведь? Если вы не добились успеха, попробуйте сменить то, чем занимаетесь. Приобретайте литературу, читайте, знакомьтесь. Это просто освоит новое занятие. Посмотрите, в чем вы не добились успеха и поменяйте это. Станьте лицом перед трудностями и постарайтесь их преодолеть. И я процитирую вам следующую истину, что богатство спрятано навсегда от тех, которые должны делать все сами. Богатство раскрывает себя тем, кто достаточно терпелив, чтобы подготовить других. Когда вы поймете силу образования и продвижения других, то вы встаете на истинном пути к успеху. И поняв эту важность образования других, просвещения других, то вы получите то блестящее вознаграждение, которое вам может предоставить компания Reflame. В Reflame, находя и обучая других, вы тиражируете себя. Обучая их обучать других, вы продлеваете себя, создаете рычаг, о котором я говорил в самом начале. Вы выбираете либо успех, либо оправдание неудач. Я выбрал успех. Вы тратите свои таланты, если вы по дешевке продаете свою рабочую силу. Вы позволяете кому-то другому добиваться на этом успеха. Трудно. Да, трудно. Все трудно. Но намного труднее всю свою жизнь не иметь того, что вы хотите, нежели устранить трудности с вашего пути. Многие приходят в этот бизнес, потому что они сами хотят контролировать свою жизнь. И они приобретают контроль. Я часто слышу людей, что они жалуются, у них нет времени, они слишком заняты. Можно подумать, что время владеет ими, они и они владеют временем. Что значит нет достаточно времени? Пожалуй, нужно заметить, что время это единственное постоянное во всех уравнениях нашей жизни. Поскольку мы можем начинать с разных стартовых площадок, родиться в разных семьях, с разным достатком, в разную эпоху. Но время, которое мы имеем, оно предоставляется всем в равной степени. Все имеют 2-4 часа в сутках, однако кто-то зарабатывает в 10 раз больше. Одни имеют 2-4 часа в сутках, зарабатывают 10 тысяч долларов в год, другие имеют те же 2-4 часа, а зарабатывают 100 тысяч долларов в год. Я объясню вам разницу. Я слышал люди говорят следующее. Легче просто сделать самому, чем заставить других сделать это. Когда я слышу эту фразу, я знаю, что этот человек тратит свое время вместо того, чтобы его инвестировать. Вы учите других приглашать и поддерживать других. Затем идет ваш духовный рост, вы получаете время для семьи, и, пожалуй, это самое важное, что вам дает Арифлейм. Итак, возьмите листок бумаги и представьте, что вы отвечаете на вопросы человека, который дал вам этот диск, и охарактеризуете себя, поместив категорию А, Б, В. В. Встретимся позже. Это означает, нет, спасибо. Это тоже хорошо, потому что отношение честности с тем, кто предоставил вам это видео, для нас намного важнее, чем один лишний человек. Если вы помещаете себя в категорию Б, может быть, это означает, что у вас есть желание сначала ознакомиться с продукцией, больше узнать о возможностях, но тогда не нужно откладывать в долгий ящик, не нужно откладывать на потом, потому что одним из страшных врагов успеха в бизнесе стремление отложить на завтра принятие решений и реальные действия. Поэтому мой совет, не откладывайте реальные действия на потом, потому что если вы говорите, ладно, я подумаю об этом и сделаю завтра, то вы можете нанести непоправимый ущерб своему успеху. Есть люди, которые говорят, вот ребенок пойдет в школу или окончит школу, у меня будет время, тогда я займусь, либо наступит осень, осенью изменится обстоятельство, я займусь. Не откладывайте, такие люди обычно никогда не возвращаются в этот бизнес и не приступают к нему. Если вы А, то это значит абсолютно. Это значит, что все ваши вопросы получили ответы и вы готовы подключиться к бизнесу. Поэтому входите, занимайтесь. Если вы смотрите это видео поздним вечером, то не бойтесь разбудить того, кто вручил вам этот диск. Они могут и не спать, а если спят, разбудите их и скажите, да, я посмотрел, я готов, я согласен. Поверьте мне, ваш звонок будет оценен по достоинству. Посмотрите и сразу скажите, либо вы А, Б, В. Итак, спасибо вам за то время, которое вы посвятили этому видео, но самое главное, чтобы вы использовали эту информацию с успехом, используя для себя. Желаю вам успеха.